Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области по нацпроекту отремонтируют дорог на треть больше, чем планировали. Сделают это за счет бюджетного кредита в полтора миллиарда рублей. Соглашение о его предоставлении уже подписано, сообщили в областном правительстве. И пояснили, что регион получает так называемое опережающее финансирование. То есть эти средства должны были получить в 2024 году. Но, по словам кировских чиновников, Москва, видя, что наш регион перестроил работу по дорожным ремонтам, финансирование выделила уже сейчас. Планируется, что будет отремонтировано более 60 километров дорог. Всего в этом году отремонтируют 400 километров. Это на треть больше того, чем планировалось изначально. «Экономика». Больше всех глав врачей в Кирове получает руководитель областной больницы. Государственные медорганизации Кировской области опубликовали данные о доходах руководством. Топ-10 учреждений, где руководители получают наибольшую зарплату, опубликовал телеграм-канал «Грислис». Самая высокая заработная плата у руководителя Кировской областной клинической больницы – 254 тысячи рублей. На втором месте – руководитель онкодиспансера, его доход – 205 тысяч в месяц. На третьем месте – главврач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии – 193 тысячи рублей. Замыкают первую десятку главврачи больницы скорой медицинской помощи и Кировская клиническая офтальмологическая больница. Но при этом их месячная зарплата отличается на 100 тысяч от зарплаты лидера рейтинга. В эфире «Экономика». Кировченко перевела мошенникам 3 миллиона 700 тысяч рублей за подарок от иностранца. В полицию она обратилась только через полгода выманивания денег. В октябре 37-летняя женщина в интернете познакомилась с сингапурцем, который живет в Турции. Через несколько недель общения мужчина отправил ей подарок, в котором якобы были 20 тысяч долларов – парфюм, ювелирные украшения и сумочка. Вскоре после отправки посылки на электронную почту женщине пришло сообщение с требованием заплатить госпошлину 60 тысяч рублей, затем 123 тысяч за таможню, позднее – 306 тысяч для того, чтобы узаконить денежные средства, поступившие в Россию. Далее требования продолжились. Когда у кировчанки закончились собственные накопления, она начала занимать у знакомых. Заподозрила подвох женщина только тогда, когда с нее потребовали 1 миллион 300 тысяч. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика»